Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, с парнем я почти год. Год это достаточно серьёзный срок, хотя это ещё и не очень большой, но уже довольно прилично. За год люди могут, в принципе, более-менее узнать друг друга, за год люди могут, в принципе, более-менее понять друг друга. Ну, за год, наверное, уже можно какие-то общие представления о человеке оставить. Почему я говорю общее представление о человеке? Ну, потому что, как бы, заслывав отношения на здоровье, на чувствах, на любви, то любовь, конечно, на, ну, вообще, чувства любви. Искажение, вот, в какой-то степени, да, искажает, восприятие человека. Вот, искажение там, оно достаточно, достаточно серьёзное, я бы сказал. Искажение нынче, когда люди друг с другом в отношениях ещё и чем-то занимаются, таким серьёзным, ну, вот, например, у вашего парня, да, есть проблема, что он не хочет, например, учиться, вот там, где он... учиться, да, то есть ему это, вот, по факту, получается, неинтересно. И если это, вот, так, если это, вот, такая проблема у парня вашего, то с его стороны, как вы, наверное, догадываетесь, уже отсутствует некий момент, некий элемент, эм... такой, вот, независимостей. Ну, я имею в виду, независимости, наверное, не от отношений, больше, а от, эм... вообще от людей, в принципе. Вот, ну, мне кажется, что... этого у него нет, да, мне кажется, что... у человека... эта зависимость, к большому, моему сожалению, присутствует и... мешает, крайне мешает мужчине. Вот, итак, вы встречаетесь в год, значит, эм... соответственно, эм... хотелось бы вас спросить примерно следующее. Что между вами общего, между вами мужчины. Что вас объединяет, что... что вас... связывает. Это крайне важный элемент. Какие у вас чувства мужчины? Вы говорите о том, что... эм... довольно... мало... видите с... эм... человеком. То есть у вас, я так понимаю, отношения на расстоянии. С чем это связано? Что ваше отношение на расстоянии. Это тоже достаточно важный момент. Особенно, если вы хотите... эм... себе, да, разобраться. Дальше. У него в последнее время присутствует состояние опять его нагружать в институт. Учиться в нем он не хочет. Хочет идти уже зарабатывать. Ну, смотрите. Эээ... я могу вам... эээ... совершенно точно сказать одно. Что... эээ... вы пишете в последнее время, значит, эээ... с какого-то момента это началось, что-то произошло. Ну, вот, ну, соответственно, это что-то, то, что произошло, нужно, как минимум, разобраться. Потому что, эээ... сейчас информации о том, ээээ... что именно произошло, нет. А это ва... с какого момента это началось? Дальше. Его нагружают в институт, учиться в нем не хочет, хочет чуть-чуть зарабатывать. Ну, смотрите. Здесь, эээ... на мой взгляд, есть... эээ... такой... довольно... я бы сказал... тревожный... ээээ... момент, связанный с тем, что он... человек... ээээ... не очень-то ответственен за свой выбор. То есть он учиться в институте, учиться в нем не хочет. Хочет работать. Но работать для чего? То есть, эээ... есть вопрос о том, насколько у вашего парня четкие жизненные цели. Насколько он понимает, к чему стремится, куда идет, чего хочет. На мой взгляд, эээ... есть, к сожалению, большая... большая вероятность... того, что человек... ну... не очень... понимает... в каком направлении хочет идти. А... только на одной... работе... ну... далеко не уедешь. Ну, в том плане, что... любая... любая работа, в принципе, может привести к определенного рода выгоранию, да? Если не... если не... если не... как бы... не подкреплят... эээ... ее... в смысле... ээээ... ну... работу... эээ... определенными целям. Вот. То есть, таким образом можно сказать, что... важны... именно... цели. Цели... эээ... на... который... человек... эээ... обращал бы... свое внимание... на... которое человек... направлял бы... свой ресурс... и так далее. Если этих... целей нет... то у нас... есть... проблемы... к сожалению. И так... я надеюсь... что... здесь вам... более-менее... понятно. Дальше... Смотрит на свои другие лица, что он сейчас не может заниматься чем-то как они. Ну, здесь... есть... совершенно... четкий... элемент... эээ... с... ну... сравнивания... себя... с... ээ... с... э... людьми, и я бы сказал, что ничего хорошего из этого не получится, совершенно точно, ничего хорошего, если человек будет сравнивать себя с другими людьми, ваш мужчина это делает, и, соответственно, это означает, что он не принимает себя полностью таким, какой он есть. Я это все говорю, и все это вам объясняю, потому что вы лучше отдавали себе счет в том, что худшее, что вы можете сделать, это погрузиться в его проблемы. Худшее, что вы можете сделать, это начать стараться решать его трудностям. Худшее, что вы можете сделать, это начать пытаться помочь человеку в тем, что вообще-то говоря нужно ему решать самому себя, ну, самому, самому своими силами возвращать. Ух ты. Если вы для себя в этой ситуации не займете, ну, так если у вас такой счетка достаточно позиции, то будут проблемы. Какие проблемы? Ну, во-первых, когда вы молодого человека поддерживаете, ему не обязательно что-то делать самому, ему не обязательно что-то менять в себе. А это большая проблема. Зачем я буду что-то делать? Для чего я буду что-то делать? если у меня есть девушка, у меня есть женщина, ну, моя женщина, которая может все сделать за меня. Ну, вот в этом, собственно, есть проблема. Проблема – это отсутствие мотивации у человека что-либо в своей жизни менять, только когда помыть его поддерживать. Бывают проблемы с семьей, но в проблемах с семьей участвуют ведь и сам молодой человек, я думаю, я надеюсь точнее, что вы не будете с этим спорить, что мужчина там участвует в этих проблемах с своей семьей. И если бы он не участвовал в проблемах с своей семьей, то, вероятно, ничего бы не было. Вот. То есть он, в том числе, создаёт конфликтную ситуацию. Он не участвует. Да, у семьи есть какие-то трудности безусловно, но он, молодой человек, тоже предпринимает в этом участие. Вам необходимо это для себя зафиксировать, потому что в противном случае молодой человек будет казаться вам крайне несчастным, вы будете его жалеть. А вот жалеть человека, ну, категорически не что. Дальше. Мы хотим с ним переехать, у него присутствует мысль о деньгах для приездах, но, опять же, здесь, на мой взгляд, кто вы хотите переехать, куда вы хотите переехать, знаете, какой вы, лично вы, вклад можете внести в то, что, ну, значит, вы переезжаете. Какой вы можете внести вклад в то, что вы переезжаете, хотите переехать, то что вы. Дальше. Следующий момент. При попытке как-то поддержать имбресс в этот момент писать что-то веселое. Так как подвеска заставляет его задуматься, что все, ну, наверное, вы хотели сказать, все неплохо. Вот. Подвеска это хорошо, но она должна быть конструктивной, это подвеска. Понимаете? У вас, ну, вот, по моему мнению, подвеска. Ваша поддержка не является таковой, потому что мужчина в ней просто нуждается и все. Дальше. Так. Когда мы видим все, значит, проблемы сразу все улетучиваются. Опять же, как это происходит? Судя по тому, что вы пишете, речь про отвлечение. Вот. Банальное, что называется, отвлечение. Просто берете, отвлекаться и все. Лопом, это, конечно, не есть хорошо, если это так, на самом деле. Если это, ну, если это действительно так, то если вы просто отвлекаетесь. Если вы молодым человеком своим, просто отвлекаетесь и все. То есть, никаких конструктивных решений вами не принимают. Вот. Дальше. Когда нет меня рядом, мне становится тяжело и погружается в эти мысли, значит, хочется, чтобы мы всегда были рядом. Ну, опять же, звучит как то, что вы ему нужны, как таблетка от его проблем. Его состояние влияет на наши отношения. Как? Помогите, пожалуйста. Чем? Чем помочь? Ну, вы. Владому человеку скажите, а он обратится к психологу, мы ему поможем. Как мне поступить в этой ситуации или как помочь ему? Ну, я бы вам здесь порекомендовал бы изучить модель жесткой любви. Вот. Четко обозначить свои личные границы. Вот. И не делать. Не делать. Вот ничего. Того, что вам бы не хотелось. Вот. Это очень важно. В этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что эта ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Субтитры добавил DimaTorzok